МВД все-таки закупает для своего дома приема в серебряном бару кровать, покрытую золотом. Конечно, покрыта золотом она не полностью, лишь в изголовье и из ножья. Но, тем не менее, это не отменяет сам факт. МВД решила купить золотую кровать. Конкурс, который был организован еще в августе, должен был состояться 1 октября. Но победитель именно полотов, в которые входит золотая кровать, стал известен еще 24 сентября. Всего подали три компании заявки на этот конкурс. Но две другие были отсеяны из-за разных ошибок в документации. Конкурс на покупку золотой кровати нельзя назвать незаконным. Цена, скорее всего, была близка к рыночной. Вообще, конкурсы на закупку мебели – это не самая большая проблема в системе российских госзакупок. Гораздо более существенная проблема – это закупки какого-то строительства, особенно дорог, где гигантские откаты. Закупка ремонта, который уже давно был проведен. Даже закупка канцелярских принадлежностей по нормативам до компьютерного века. Все это гораздо более серьезные вещи. Почему так привлекает эта закупка золотой кровати? Это символ несовершенства всей системы. Главный вопрос – зачем именно закупать кровать по золотой? Милиционеры ответили на это так. Кровать нужна для дома приемов, которые приезжают высокие милицейские начальники из других стран. А снимать каждый раз пятизвездочную гостиницу им дорого. Но все остальные наши читатели отвечают на этот вопрос совершенно другим образом. Это излишество. История с покупкой золотой кровати привлекла большое внимание. Но самое интересное, что если бы это произошло еще 4 года назад, мы, скорее всего, и не узнали бы, что закупало МВД. Все это стало известно благодаря сайту закупки.gov.ru. На этом сайте все чиновники обязаны размещать документацию по своим закупкам. Если они этого не делают, есть большой риск того, что закупка будет отменена. Именно так был написан закон. Именно это понуждает их выкладывать все эти документы, из которых мы видим эти замечательные подробности. Самое интересное, что сайт о госзакупках стал самым действенным механизмом борьбы с коррупцией на сегодняшний момент. Остается надеяться, что этот сайт не будет закрыт, а с 2010 года, как и планировалось, объединить в себе все закупки, происходящие в любом городе или регионе страны.